Добрый день, друзья! Сегодня вас ждет инспекция авиакомпании. Мы проинспектируем для вас новую украинскую авиакомпанию SkyUp. Итак, новый украинский авиаперевозчик SkyUp. В планах первый год работы у авиакомпании SkyUp это выполнение международных чартерных рейсов в популярные курорты, а также открытие регулярных украинских и международных рейсов. Но это все планы и как у них обстоят дела, я вам расскажу чуть позже в этом видео. Значит, у авиакомпании SkyUp имеется два самолета Boeing 737 Next Generation 2013 года выпуска. Друзья, это одни из самых молодых самолетов среди всех украинских авиакомпаний, которые выполняют чартерные рейсы из Украины. Что касается остального плота авиакомпании SkyUp, я вам расскажу уже в конце этого видео. А сейчас мы перейдем прямо к деталям нашего перелета. Значит, багаж на одного человека допускается в таких нормах. 23 килограмма основной, который вы сдаете в багажные отделения, и ручная кладь не более 5 килограмм, которую вы берете с собой на борт самолета. Информации за стоимость дополнительного багажа в то время, когда мы летели, не было. Потому что сайт авиакомпании тогда еще был не готов, а номера горячей линии не было. И уточнить интересующую информацию туристы могли только через своего турагента, через которого бронировали тур. Вот так на тот момент выглядел сайт авиакомпании SkyUp. Как вы видите, информации почти не было. По телефону горячей линии мне ответили, что данный номер телефона только для персонала авиакомпании SkyUp. В общем, сложностей у SkyUp было немало на самом старте своей полетной программы. На данный момент сайт SkyUp уже доработали. И вот так он выглядит сейчас. Появилось много информации, но все равно не хватает перечня флота авиакомпании. В целом, друзья, вот адрес сайта. Кому интересно, можете сами посмотреть, что вас интересует. Ну что, добро пожаловать на борт 737-го Боинга авиакомпании SkyUp. Друзья, я не поленивался и взял с собой рулет, чтобы объективно показать вам размеры кресел, на которых вы будете сидеть во время перелета на ваш отдых. Итак, расстояние между спинками кресел составляет 73 сантиметра. Ширина кресла 46 сантиметра. Расстояние от сидения до спинки кресла 31 сантиметра. Глубина 40 сантиметра. Как вы видите, кресла тонкие, но они реально мягкие и удобные. Есть куда деть ноги. Для эконом-класса действительно очень комфортно. У меня рост 176 сантиметра. Думаю, что с ростом до 185 сантиметров ни у кого вопросов не должно возникнуть. Друзья, кто летал, отпишитесь, пожалуйста, в комментариях, как ваши ощущения и укажите ваш рост, пожалуйста. Дальше. Сверху расположена панель управления. Вы можете выключить, включить кондиционер, отрегулировать направление потока воздуха с кондиционера, включить, выключить освещение, а также увидеть команды командира экипажа, когда нужно отстегнуть ремень или пристегнуть. Каждое место укомплектовано вот таким вот журналом, который вы можете почитать во время перелета. Также есть инструкция по безопасности, в которой представлены изображения ваших действий при возникновении экстренной ситуации. Пакетик. Вдруг вам во время перелета станет тошнить. Есть спасательный жилет, который находится под креслом, на котором вы сидите. И если вы летите с маленьким ребенком до двух лет, то есть инфантом, инфант всегда летит на одном месте с одним из родителей, то есть на руках. Отдельно каждому ребенку стюардесса принесет вот такой вот специальный спасательный жилет для маленьких детей. Пол. Покрыт ковровым покрытием. Состояние покрытия отличное. Потеркистки нету, я бы сказал так. Оно либо новое, либо очень хорошо сохранилось за 5 лет эксплуатации. Потолок. Во время перелета освещается красивой, приятной неоновой подсветкой. Место для ручной клади. Просто огромное. Как вы видите, у нас туда даже поместилась детская коляска Йоя, рюкзак, еще чья-то ручная кладь и еще куча места осталась свободной. Дальше о питании. Естественно, в стоимость перелета питание не входит. И заказать его на борту возможности у нас не было, так как авиакомпания только начала выполнять полеты, и этот вопрос мне еще предстоит решить. Но на борту вам бесплатно предложат чай, кофе, минеральную воду и сок. Сок у нас был представлен в двух-трех видах. Яблочный, апельсиновый и вишневый. Итак, друзья, давайте посмотрим, как прошел у нас взлет. В данном эпизоде показан взлет из Харьковского аэропорта. Значит, все пассажиры сидят на своих местах. Как вы видите, наша дочка находится на руках у моей супруги. И это касается всего перелета. Кто не в курсе, в эконом-классе дети до двух лет летают только на руках у своих родителей. Естественно, все пристегнули ремни безопасности. И непосредственно сам взлет. Как вы видите, Boeing 737 авиакомпании SkyUp взлетел очень уверенно и с легкостью набрал высоту. Сам перелет мне понравился. Самолет очень тихий. Двигатели работают стабильно. Крылья не трясутся и не вибрируют. То есть нет такого чувства, что у самолета сейчас что-то отвалится. В общем, реально чувствуется разница между свежим пятилетним Boeing 737 авиакомпанией SkyUp по сравнению с другими самолетами, которые выполняют чартерные рейсы из Украины. Когда облаков не было, командир экипажа периодически рассказывал, над каким городом пролетаем, а также общую информацию о скорости, высоте полета и о температуре за бортом. Это интересно. Дальше о туалетах. У 737 Boeing их три. Один находится в начале и два в конце самолета. Свет включается замком запирания автоматически. Сам туалет очень компактный и чистый. По-моему, только в одном туалете, который находится в начале самолета, есть столик для пеленания. Так что, если вы летите с маленьким ребенком и вам нужно поменять ребенку подвозник, в самолете есть для этого оборудованное место. Итак, пришло время посмотреть, как выглядела у нас посадка. Вот мы подлетаем к аэропорту Анталия. Видим знаменитые анталийские теплицы, которые, друзья, выращивают ваш all-inclusive. И самолет постепенно снижается. И пока вы смотрите, как самолет приземляется, хочу отметить работу экипажа, который принимал участие в нашем перелете. Значит, экипаж у нас был приветливый и отзывчивый. Реагировали на все просьбы. Моей супруге понадобились таблетки от температуры. Стюардесса сразу достала течку и нашла необходимые таблетки. Как вы видите, друзья, посадка в аэропорту Анталия у нас была мягкой, без колебаний и толчков. И обратный перелет из Анталии в Харьков прошел так само гладко и комфортно. Также в аэропорту Анталии мы видели и второй борт Войн 737 с Каяпа. Он уже был фирменной ливреей компании. Вот так выглядит этот красавец. Теперь о времени вылета. При вылете из Харькова было несущественное отклонение от заявленного времени вылета в несколько минут. А вот обратный наш рейс, который был заявлен в 15.50, перенесли сначала на 17.15 и потом еще раз перенесли вылет на 17.40. Итак, мои заключения. Друзья, у меня остались только положительные впечатления. И я очень доволен перелетом на этом 737-ом Боинге авиакомпании Sky-Up. Потому что на нем было действительно приятно и комфортно лететь. Теперь, что касается переноса времени вылета. Ситуация не очень приятная. Но так как это чартер, а для чартера это явление очень распространенное, то тут особо не придерешься. Кстати, кто не знает, что такое чартер и в чем отличие его от регулярного рейса, то пишите в комментариях. Я обязательно для вас это расскажу. Теперь о заявленной полетной программе. Я думаю, что большинство из вас знает, что основным заказчиком самолетов авиакомпании Sky-Up есть крупный туристический оператор Join-Up, у которого было заявлено просто огромное количество направлений с вылетами как из Киева, так и из других регионов Украины. Направлений было так много, что реально самолетов авиакомпании Sky-Up было просто недостаточно, чтобы выполнить всю эту чартерную полетную программу. Поэтому Join-Up пришлось снять некоторые направления из регионов, потому что найти свободные борта среди других украинских авиакомпаний в высокий период отпусков не так-то и просто. Теперь по 330-му аэробусу авиакомпании Sky-Up, который они брали визит. Ситуация вышла очень интересная. Отлетали они на нем почти месяц и дальше выяснилось, что аэробус 330 под своим техническим характеристикам не может летать из Харьковского аэропорта. С Киевом тоже у них что-то не получилось, поэтому Sky-Up пришлось отказаться от 330-го аэробуса. Но вся эта ситуация оставила одну интригу. После проведенного аудита международный аэропорт Харькова заявил о пригодности взлетно-посадочной полосы для приема таких больших самолетов, как аэробус 330, который был у Sky-Up. Дальше. Еще один самолет, Борин 737-700, 2004 года выпуска, на 149 кресел. Sky-Up обещал ввести в эксплуатацию к концу июня 2018 года. Но опять одни непредвиденные обстоятельства. То самолет красит, то получает документы. В общем, по состоянию на текущий момент, 700-ки так и нет в строю Sky-Up. Собственно, все эти манипуляции Sky-Up со своим флотом создают вытекающую неопределенность с запуском своих регулярных рейсов. А учитывая опыт запуска чартерной программы Sky-Up, пассажирам с критическим требованием к заявленному графику времени вылета рейсов и которые очень болезненно переносят все эти изменения времени вылетов, замены рейсов, бортов и тому подобное, лучше хорошо подумать перед покупкой билетов на первые регулярные рейсы, которые Sky-Up планирует запустить в конце 2018 года. И еще хочу вам рассказать, что ранее в своем пресс-релизе Sky-Up заявляли о подписании контракта с корпорацией Boeing на поставку пяти высокотехнологичных самолетов серии Boeing 737 MAX. Это два самолета Boeing 737 MAX 8 и три среднемагистральных авиалайнера Boeing 737 MAX 10. И самое интересное, что ордер на сайте Boeing действительно существует. То есть это вполне возможная реальность, а не сказка. Собственно говоря, вы можете и сами проверить эту информацию на сайте Boeing. И вот так они выглядят. Поставка этих самолетов напрямую с завода в Сиэтле ожидается в 2023 году. Эти самолеты семейства Boeing 737 MAX оснащены современными высокотехнологичными двигателями. Винглитом Advanced Technology, что способствует дальнейшему улучшению эксплуатационных характеристик при полетах на большие расстояния и улучшенным дизайном интерьера Boeing Sky Interior. Друзья, это была инспекция авиакомпании SkyUp. Все, кто хочет поделиться своим мнением, либо задать вопросы по SkyUp, пишите это обязательно в комментариях под видео. Ну а тем туристам, которые хотят выгодно путешествовать по всему миру, мы предлагаем подписаться на нашу рассылку горячих туров в Вайбере или Телеграм-канале. Ссылки я оставлю под этим видео. А те, кто хотят быть в курсе всех нюансов о путешествиях, знать все подробности, мы предлагаем подписаться на наш канал в YouTube PSN Travel. На этом все. Спасибо за внимание. До новых встреч. Пока-пока.